здравствуйте дорогие друзья вы на канале у светланы луди сад недавно я вам показывала видео как я сею лобелию вот в такие маленькие стаканчики как я называю оля торфяные таблетки целая несколько сортов только ампельной лобели нет не только ампельный вот хрустальный дворец это не ампельная лобели а лобели такая кустовушка сеяла вот в такие кассетки и ставила в ящички что хочу сказать почему снимаем видео потому что мне многие звонят и говорят что на стадии вот прорастания лобели вся лобелия в общем то пропадает пропадает потому что покрывается каким-то белым налетом белым пушком то ли это плесень то ли это что люди не знают и все действительно у лобели почему то так происходит и у меня вот на этом и вот на этих двух сбоку штучках вдруг стала появляться вот это вот такая вот белый такой пушок но конечно это какие-то грибки наверно плесневые потому что мы когда сажаем лобели закрываем ее всегда плотно или пленкой вот в моем случае вот эти вот шпажки они стоят потому что здесь идет пленка чтобы она не падала на растение такая как как опора и там достаточно влажно и тепло потому что вот я выращиваю показывала в таком такой теплички мини там температура 25 градусов и в этот момент могут вот развиться такие без проветривания такой вот белый налет поэтому и говорю вам о том что как только питания начала у вас прорастать но это вот такая стадия вот вы видите вот таким маленькие зеленушечки совсем совсем еще крохотный нужно начинать проветривать питанию то есть снимать крышечки если у вас там закрыты какие-то контейнеры обязательно минут начинаем с 5 минут 5 минуточек открыли крышечку протерли от конденсата или вот у меня например это вот такие пленки вот так была закрыта питания она закрыта пленкой и очень было плотно и резиночка здесь все было резиночка конечно там скапливается конденсат там очень сыро поэтому я открываю пленку обязательно ее просушиваю но закрываю ее обратной стороной после того как пять минут питания проветрилась начинаем 5 минут и делаю я это два раза в день утром и вечером мы проверяем свои растишки открываю на 5 минут совсем снимаю и вот так другой стороной снова накрываем но как только появились сходы петуни сейчас уже плотно на резинку вот здесь вот резинка идет я не делаю и оставляю обязательно или сбоку или там в другом месте небольшое отверстие уже так плотно лобельку не закрываю вот так как у меня она уже достаточно так проросла уже видно и она растет очень очень быстро когда всходит она просто вот на глазах поэтому я ее уже открываю там на 10-15 минут утром и также вечером говорю есть здравствуй лобелия и спокойной ночи тоже также вот посмотрите тоже что значит все таки семена по всхожести своей вот эту лобелию я сажала не помню какого числа но даже это и не важно это белая каскадная лобелия и вот у меня не хватило тогда семян и не хватило тогда земли я вам показывала это видео при посадке и только через три дня я купила семена и до садила вот эти вот контейнер на который не хватило красная лобеля красная вам говорил что я красную не очень люблю но у меня попросили вырастить это на заказ вот лобельку и красная посадила на три дня позже вот посмотрите она взошла намного быстрее здесь уж просто остатки семян раскидала вот это делать так не надо вот такая густота не нужно придется потом вот разрывать эту штучку и как-то ее пикировать хотя этого совершенно не хотела делать ну вот так побольше семян попалась вот она значительно быстрее проросла чем вот это белая 10 по чуть-чуть совсем семян но я так видите и хочу чтобы выращивать и без пикировки поэтому я вот старалась здесь так равномерно по капельке сажать ну вот семена 20 20 года очень свеженький вот красная лобелька просто моментально взошла на третий день вот она уже пожалуйста вам стоит догнала вот эту который например семь дней то есть разница в днях вроде как для когда мы выращиваем большая а вот так если посмотреть так совершенно одинаковые всходы вот это и хотела вам сказать что не бойтесь проветривать следите обязательно за влажностью за температурой сейчас уже на ночь я обязательно открываю своими на тепличку для того чтобы понизить температуру потому что днем там 25 а ночью где-то 20 21 когда открываешь все-таки движение воздуха и пусть маленько закаляется чтобы растишки не тянулись и росли крепкими спасибо вам за внимание вы были на канале у светланы воде сад до свидания